Действительно, День Жатвы это был радостный день. Это был праздник, который праздновали 8 дней. И заканчивался весь труд по сбору урожая. То есть подводился такой итог. И люди праздновали окончание труда. Теперь можно было с плодами пережить, так скажем, те времена, в которые растения не произвращают какие-то плоды или, может быть, такой период. К сожалению, он есть у нас на земле, на небе его нет. Там написано, дерево приносит каждый месяц плод свой. Каждый месяц разный плод, да? Интересно? А у нас один и тот же, да? Вот посеял, он такой же есть. А там каждый месяц еще и разные плоды. Но это на небе. А нам дано пока здесь, на земле, трудиться. И, конечно, народ израильский, он всегда полностью осознавал свою зависимость. Как уже сегодня говорил брат Роман, он осознавал свою зависимость от Бога. Не от каких-то там хитрых и мудрых приемов возделывания земли. Но если Бог даст дождь, значит, будет урожай. Если Бог дождя не давал, мы знаем, там погода и климат немножечко другой. Как примерно у нас лето было, да? И все ждали дождя, его нету. Лес горит, дождя нету. И нет дождя. Хоть ты, знаете, и самолеты вызывали, и все, все равно горело, да? Тайга все равно горела. И тогда самолетов не было, да? Их ниоткуда не позвонишь, там не прилетят тебе и не польют урожай. Там все, вся надежда была на Бога. И поэтому народ Божий, он всегда, приходя на поклонение Богу, да? Они приходили, во-первых, не с пустыми руками. Они приходили с плодами, с тем, что у них было. И они понимали, что их жизнь, она в прямом смысле, она зависит от Бога. И физическая, да? И духовная. И сегодня мы также, по примеру Ветхозаветного Израиля, сегодня мы вспоминаем этот праздник, и мы празднуем тоже. И мы тоже должны понимать, смотря вот на эти плоды, что это подведение итогов. Подведение итогов. И некоторые могут отрапортовать и сказать, вот, успешно проведена посевная кампания, там сроки сокращенные, там было все засеяно, да? Но итог будет подводить осень. Мало ли, что ты там посеял, там сколько ты посеял, как ты это возделал, что ты с этим делал. Ну, как уже сегодня было сказано, что самое главное, оценится это плод. И поэтому сегодня, глядя на эту этажерку, мы тоже можем посмотреть и как бы в свою жизнь, в свое сердце и заглянуть, насколько мы действительно, Господи, для Тебя потрудились, что мы сделали. Конечно, нам хорошо вспоминать, когда мы обратились, когда мы покаялись, когда наше сердце горело, и мы, может быть, даже действительно и трудились, и не изнемогали, и нам это было в радость, где-то жертвовать, оставлять свое. Но, проходя какой-то жизненный путь, очень важно, чтобы мы всегда могли подводить этот итог и смотреть, а сохранился у нас ли этот огонь, эта жажда, это стремление по Богу, это стремление Ему служить, и где-то, может быть, жертвовать своим, посвящать это для Бога, для того, чтобы был плод в деле Божьем. И для Бога это было бы, действительно, мы могли бы приносить эту прибыль в Его винограднике. Я зачитаю место из Священного Писания. Оно, может быть, не всегда, может быть, даже кто-то скажет, и не соответствует жатве. Но, Слово Божие, оно все богодухновенно. Я думаю, через любое место Священного Писания Богу есть нам что сказать. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих, с 3 по 5. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире остления похотью, то вы, прилагая к сему, все старание покажите в вере вашей. До этого места. Конечно, вот так вот, если бегло прочитаешь, то даже и мысли-то, как бы, ну, не поймаешь. Там обетования через них сделали славою, благостью, то, и знаете, и трудно, как бы, за ходом мыслей следить. Ну, я постараюсь немножечко объяснить. И апостол Петр говорит, что нам даровано все необходимое для жизни и благочестия. И как сегодня уже говорил брат Сергей, скажем, слава нашему Господу, да? Все даровано. То есть Бог через Иисуса Христа нам все дал и для жизни, то есть для жизни на земле, и для благочестия, которое необходимо где? Ну, и, в принципе, и здесь на земле, и там в будущем, да? То есть нам все дано в Иисусе Христе. Слово Божие говорит, ищите прежде Царство Божие. Все остальное это будет только к этому прилагаться. К чему прилагаться? К поискам Царства Божьего. И поэтому, если человек, рожденный свыше, не ищет Царство Божие, знаете, это самые несчастные люди. Верующие люди, которые оставили Бога, не ищут Царство Божие. Несчастные, как сегодня уже читалось стихотворение про эту смоковницу, изображают вид, но силы нету, плода нету. Почему? И, может быть, пытаются, чтобы у них вот это вот все сопровождающее, эту жизнь материальное присутствовало, но оставили поиск Царства Божие. Поэтому ничего не прилагается. Дырявые карманы, кошельки, неустройство, там, разруха, какие-нибудь лишения, пожары, аварии, несчастные случаи и тому подобное. И думаешь, из кожи вон лезет человек, и у него ничего не получается. Почему? Оставил, оставил порядок. Слово Божие говорит, нам дано все для жизни и благочестия, но там есть свой порядок. Ищите прежде Царство Божие. Поэтому ищем Царство Божие, все остальное прилагается. Аминь? Аминь. Я думаю, все могут подтвердить это, да? И когда бывает, порой оставляем поиски Царства Божие, а ищем своего, где-то каких-то, или, может быть, земных интересов, да, то мы видим неустройство. И как говорил, по-моему, Дмитрий Беспалов, что если ты будешь бороться с этим, как его, с трубочистом, да, то ты его, может, и победишь, но сам испачкаешься. И поэтому, если мы, может быть, решаем какие-то другие проблемы, другие проблемы, может быть, мы даже и чего-то достигнем, но все равно мы будем иметь урон с вами, как духовные личности. И мы должны понимать, что Бог нас определил не для того, чтобы мы достигали там, знаете, миллиона на сберкнижке, или там остров один выкупили какой-нибудь, да, или еще что-то. Он нас не для этой цели избрал, не для жизни на земле. Здесь все однажды когда-то закончится. И тот, кто богатеет, так скажем, не в Бога, а богатеет в материальном, в материальном только, да, то финал – это будет просто пища огня. Это пища огня. Но нас с вами Бог избрал для того, чтобы мы такие плоды приносили, которые, как тот же апостол Петр говорит, если все это так разрушится, то каковыми нам должно быть, да? Второе. Это тоже второе послание. Написано, 3 глава, 11 стих. С 10 прочитаю. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего? Церковь Божия и Дух Святой, мы читаем в Откровении, говорят, приди, да? То есть они желают пришествия Дня Божьего. Но какими нам должно быть на момент пришествия? Если все начнет здесь гореть, плавится, рушится, то что же останется? Кто же может жить среди этого пламени? Кто может устоять? И вот для этого нас с вами Господь призвал, чтобы мы могли принять это непоколебимое царство, которое в огне не горит, в воде не тонет, это царство вечное. Слава нашему Господу. И для этого он выбрал очень хороший материал для посадки. Мы все с вами прекрасно знаем, если хорошие семена, то, значит, хороший будет урожай. Если семена такие слабенькие, ненадежные, то что ждать от этого слабенького семени? Если семя хорошее, то, значит, отборный какой-то сорт, то, значит, и урожай можно ожидать хороший. И поэтому Бог избрал очень хороший материал. Он избрал свое слово, которое было испытано, да? И Иисус Христос, Он пронес все испытания. Это живое слово Бога, которое было послано на эту землю, оно прошло все эти испытания, и оно устояло. Оно исполнило то, для чего Бог его послал. Это очень хороший, друзья, природный, образно сказать, материал. Посадочный. Очень хороший. И если мы свою жизнь строим на том, что берем этот посадочный материал, да, и сеем на своем поле, на поле нашего сердца, сеем в наш дух Слово Божие, чтобы его исполнять, чтобы оно в нас жило, чтобы оно прижилось в нас и дало плоды, друзья, это очень хороший будет урожай. Как я читал в начале, пожнем в свое время, если не ослабеем. Пожнем. Это очень добрые плоды. И мы читаем о них. Это и благость, вот они вот вокруг, да, и мир, долготерпение. Можете прочитать. На стеночках висят. Это очень добрые, хорошие плоды, которые приносит человек, когда Слово Божие, оно вселяется в него. И поэтому мы с вами являемся насаждением Господнем. Слава Господу! Бог нас насадил. Это добрые семена. Доброе насаждение. Бог насадил в своей церкви. И Он привил еще к этому святому корню, к той маслине, да, мы привитые с вами, язычники, не знавшие Бога. Мы теперь познали того Бога, который от древних времен имел общение с человеком, который через историю израильского народа проявил себя, который через Иисуса Христа проявил себя. И сегодня Он хочет также проявлять себя этому миру, этому человечеству через свою Церковь Божию. И нам с вами дано такое задание, чтобы мы показали этот свет. И вот здесь апостол Петр говорит, что прилагая к сему, то есть к этим обетованиям, к этим благословениям, которым Бог благословил нас во Иисусе Христе, мы должны приложить старания. Вы знаете, есть другие обетования. Здесь написано, да? Драгоценное обетование. А есть другие обетования, что Бог обещал. Обещал. Если кто-то не будет слушать Слово Божие, что Он обещал? И проклят ты, и от земли, и плод чрева, и скот твой, и поля твои, и все, 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 что у тебя есть, все, что ты можешь чем владеть, все будет проклято. Обетование? Обетование. Тоже обещал. Ну, друзья, но нам с вами, дароном во Христе Иисусе, не такие обетования. А обетование благословения Божия. И Слово Божие говорит, что мы должны показать. Прилагая старания, мы должны показать. И хотим мы с вами или не хотим, но мы все равно будем показывать. Мы будем показывать с вами либо то, что Бог в нас вкладывает, либо то, что Он в нас не вкладывает. Но мы с вами будем показывать. И поэтому, как можно говорить, человека встречают по одежке, да? То есть, Он что-то показывает своим внешним видом. Христианин внешним видом должен что-то показывать? Должен показывать. Он должен отличаться от этого мира. Должен. Тот Бог, которому служит этот мир, и живой Бог, это две разных личности. И если христианин служит живому Богу, он должен чем-то отличаться от этого мира. И я думаю, это отличие начинается даже с внешности. Оно должно, отличие это, быть видным. И, конечно, если, как сегодня уже говорилось, если только это внешние атрибуты, то это, конечно, неправильно. Но внешность, она должна соответствовать и внутреннему состоянию. И поэтому это все взаимосвязано. Если внутри нет Слова Божьего, нет этого основания, нет этого доброго семени, то оно будет и снаружи такой урожай. Но если там Слово Божие, то и снаружи это будет все видно. И поэтому Слово Божие говорит, что мы должны показать. Показать в вере. Сегодня многие люди показывают не в вере. Могут своими силами что-то показывать, чего-то достигать, прилагая старания, усилия, но показывают не в вере. Не ложат в основание жизни Слово Божие. Вот сначала нужно Слово Божие положить в основание. Есть Слово, которое говорит, да, ну, например, ты должен простить. Тебя ударили, ты благословляй. Тебе вот так сделали, а ты добро должен сделать. Читали? Мы все с вами читали. Ложим в основание. Говорим, Господи, помоги нам так жить. Ложим в основание, то есть принимаем решение. Мы согласны с этим. Мы единодушно проголосовали сами в себе, да? Говорим, Господи, начинаю новую жизнь. Ложу в основание Твое Слово и начинаю новую жизнь. И пошел с этим решением. Вышел в этот мир. И вот тебе первый удар и испытание. Испытание моей веры. А мне надо показать. Я понимаю, что мне надо показать, да? Мне как дали, мне больно, а у меня вырвалось еще, кто он такой на самом деле, да? Вот, из «В мире животных» или еще откуда-то взял из раздела. Не показал. А Слово Божие говорит, давай, давай, не получилось. Ну, покайся, примирись с этим человеком. Прилагай дальше старания. А некоторые раз приложили, два им приложили, три сказали, все, я больше так не могу, да? И из сердца своего это слово выложил, сказал, нет, я так не буду делать. Наверное, там о чем-то другом говорится. Друзья, а Слово Божие говорит, все старание приложить. Вот сколько есть старания, нужно все приложить. До какого момента прилагать? Пока не получится. Саул приложил старание, когда ему Самуил сказал, «Жди семь дней». Семь дней ждал. Ну, как не приложил? Приложил. Семь дней ждал. Не хватило там, ну, сколько надо, чтобы привести, заколоть и вознести сожжение. Как только вознес, идет Самуил. Не хватило, буквально немножко. Ну, вот приложил бы все старание, показал бы это, да? То есть, показал вот эту веру. Она должна показаться, наша вера Божия, живая, драгоценная, она должна показаться. Но она не проявится сама по себе, если мы не будем прилагать старания, если мы туда Слово Божие в основании жизни не положили. Чистое, испытное, проверенное Богом. Испытное. Вот сказали, ударили, не против все злом. Тебя гонят, а ты благословляй. Вот что хочешь, делай, но ты должен это показать в своей жизни. Я согласен, что не с первого раза это показывается, может быть, не со второго, не с третьего, но надо показать. И апостол говорит, приложить все старание. Это обетование. Если ты будешь послушен глазу Господа, Бог тебя благословит. Ты, может быть, не будешь моточасы молитв проводить, а тебе достаточно будет сказать два слова Богу, и твой ответ будет услышан. Ты будешь брать не тем, что внешне исполнять вот эти атрибуты или еще что-то, а ты будешь, если слушаться глаза Господа, Бог будет вступаться, Его благословение будет сопровождать. Нам нужно только послушаться, принять это в основной жизни, приложить все старание и показать в вере. Показать в вере. Как сегодня уже говорилось, мы этого еще не видим. Мы еще не видим себя, как мы благословляем этого соседа, который там сделал нам очень много зла, да? Мы еще не видим себя, как мы, может быть, простили этого ребенка, который нашему наподдавал, там, и с синяком он ходит, или еще что-то, да? Мы еще этого не видим, но мы уже начинаем, мы положили в основание, и мы видим этот результат. Он должен быть таким. И мы начинаем этот результат показывать. Пускай это будет сначала как ребенок, да? Вот ребенок, он показывает, что он взрослый. Надел папину фуражку, ботинки, да, вот такого размера, и ходит, и он взрослый. Ну, смешно, смешно, да? Но хочется быть взрослым. Хорошее, доброе желание. Дети, они подражают. И Слово Божие говорит, чтобы и мы, как дети, хотя бы с подражания начали. Хотя бы подражать. А потом весь этот механизм, который Бог заложил, чтобы мы принесли плод, там все будет заложено в этом семени, в этом Слове Божьем. Если бы мы приняли веры, оно будет давать нам силу, оно будет давать нам способности, оно будет само собой, это Слово Божие, в нас произрастать. Если мы предоставим себя, что да, Господи, я нацелен только на исполнение Слова Божьего, и апостол говорит, что покажите, покажите вашей вере. И вы знаете, и потом получается очень интересный момент. Оказывается, в вере нужно показать не что-то одно. А вот я вот посчитал здесь семь пунктов. Семь, да? Семь. Это подобно, как матрешки. Одна в другой. Покажите вере вашей добродетели. Раз показал, о, а там еще одна. А в добродетели, оп, рассудительность. Рассудительность открываешь, что там? Воздержание, да? Все помнят, слава Богу. Друзья, и вот так вот доходим, доходим до самой сути. И там в конце такая маленькая матрешка вроде, да? Но самое главное, это любовь, друзья. И вот, Слово Божие, оно желает, чтобы мы открыли, показали, а там дальше еще что-то есть в этом. И вот этот наш плод, который мы приносим Богу, он не имеет только одну характеристику, добрые дела, и все. И вот люди бывают, добрые дела делают, делают, хотят делами спастись. Не спасутся. Кто-то рассудительностью попробует спасаться, да? Сегодня брат Сергей приводил пример, тоже не помощник, да, в деле спасения, рассудительность. Кто-то еще через что-то хочет спасаться, друзья, должен быть полный набор. Этот фрукт, или как этот плод, да, Божий, он должен соответствовать и цвет, и вкус, и там, и семена в нем должны быть, да? Это должен быть здоровый плод, полезный плод, да, вкусный плод. Все компоненты, все качества в этом плоде собраны. Друзья, и поэтому мы, если желаем, чтобы здесь, как написано, чтобы нам открылся свободный вход в Царство Божие, там ждут этого плода, там ждут такого плодоносного христианина, как я и ты, там ждут, и уже ворота так открыли, что, ну, мимо не пройдешь. Но только для тех, которые приносят вот этот плод, которые все прилагают старания, все усилия, но для того, чтобы исполнить волю Божию, и Бог прославился в их жизни. Слава нашему Господу. Поэтому, да благословит Господь, чтобы мы могли, мы могли, как Слово Божие говорит, прилагать это старание, имея эти обетования, прилагали старания. Встаем на молитву, молимся, чтобы получить благодать. Благодать не получили, не успокаиваемся, прилагаем старания. Получили благодать, тоже успокаиваться не надо, надо сохранить. Если опять потерял, опять прилагай старания. Если читаем Слово Божие, то так, чтобы что-то понимать, так, чтобы что-то открывалось, так, чтобы оно нас просвещало, вразумляло, наставляло, прилагаем старания, для того, чтобы показать, чтобы вера в нас проявилась в премудрости Божьей, да, в утешение Духа Святого, чтобы Бог мог действовать, В нашей жизни, друзья, ну без старания никуда. Царство Божие берется усилием, только прилагая усилия. Друзья, а как можно приложить усилия, если я расслабился? Если я дал место этому миру, он меня расслабил. Он меня расслабил и говорит, да ладно, что ты такой уж прям христианин хочешь быть? Среда ходить, в пятницу ходить, в воскресенье. Да одного раза достаточно. А потом говорит, да что там один раз, ты же дома молишься и читаешь самостоятельно. Это нормально все. Христианин расслабился, который нерасслабленный, да, он прилагает старания. Он говорит, есть возможность в среду, пойду на служение. Есть возможность в пятницу, пойду на служение. Какая-то нужда возникла, есть возможность нужду отложить пойти на собрание, иди на собрание. Нет возможности отложить нужду, да? Ну тогда уже, тогда уже оставайся, да? Ну разные бывают, да? Разные бывают нужды. Но я хочу сказать, что если есть возможность, и можно так все сделать, подкорректировать, чтобы послужить Богу, чтобы проявить своей вере, вот это вот мужество, да, эту жертвенность, оно должно проявиться. Без жертвенности ни один христианин не состоится, да? Без мужества ни один христианин не состоится. Иисусу Наю нам было сказано, будь тверд и мужествен, тебе мир так говорит, тебе такие мысли приходят, а ты заповедь Божью четко и твердо поставь. Подошел тебе сатана, говорит, давай, вот так делай. Отойди от меня, я знаю волю Божию, я буду этого держаться до конца. Есть стандарты христианской одежды, я буду держаться их до конца. Есть стандарты молитвы, что я должен добиться исполнения Духа Святым, я буду этого достигать. Я на малейшее не согласен. Есть стандарты пребывания в Слове, в труде на Ниве Божьей. Есть, Слово Божье нам это показывает, друзья, а я буду этого держаться. И когда мне походит мысль расслабиться, не пойти или еще что-то, это Бог нам дает мысли такие. Нет, друзья, это мы испытываемся, это мы в своей вере должны что-то показать. Или мы должны показать расслабленное состояние для этого мира. Сказать, да ну, христианин, он такой, и без косынки пойдет христианка, да. Ну, там где-то что-то там внешний вид немножечко подкорректировать. И так пойдет, лишь бы в душе верил. Друзья, Слова Божья такого нету. Слова Божья такого нету. Он говорит, апостол Павел, а если кто хочет спорить, мы такого не имеем обычая в церкви. Вот так вот написано. Нам дано вот такое Слово Божие, друзья. Если мы его принимаем, мы без плода, как здесь написано, и познание Господа нашего Иисуса Христа, мы не останемся. Поэтому, да благословит Господь нас принять это чистое учение и, как Слово Божие говорит, прилагать к этому старание. Насколько ты можешь сегодня? Можешь постараться пять минут? Постарайся пять минут. Можешь десять? Десять постарайся. Ну, начни стараться. Начни. И ты увидишь, как это семя, оно начнет произрастать. И оно, по мере твоих стараний, оно будет приносить добрый плод, годный нашему Господу. И когда мы войдем, может быть, в Царство Божие, вот такие вот все разнообразные плоды, у нас есть и любовь, и мир, и радость, и долготерпение, и благость, и милосердие, мы все это в жизни проходили через скорби, через там слезы, через эти молитвы сокрушенного сердца, да? Мы все это проходили через этот узкий тернистый плод и принесли такие сочные, добрые плоды для нашего Господа. Слава нашему Господу. Друзья, вот такой хочет видеть Иисус в нас урожай, чтобы мы были украшением вот этому чистому, здравому учению. И поэтому, если мы, может быть, что-то сегодня видим, на данный момент что-то нам мешает, друзья, будем сознаваться, будем приносить, сказать, Господи, я мало потрудился, я мало еще принес плода, Господи, будь милости в коне, да? Продли это еще благоприятное время, помоги мне, чтобы в моей вере это все проявилось. Помоги мне приложить вот это вот старание, усердие. Может быть, я какой-нибудь малодушный человек, да? Не надо, как бы, бояться признаться пред Господом, кто ты есть на самом деле. Нужно исповедовать. Исповедовать свое внутреннее состояние. Говорить об этом вслух. Исповедовать свою веру тоже вслух, делами, словами, чтобы мы научились исповедать, показывать, что внутри. И когда мы будем выносить то, что внутри, друзья, то тогда Бог будет с этим разбираться. Бог будет вкладывать эту благодать. Тогда и снаружи будет этот действительно не искусственный какой-то камуфляж там или какого? Муляж, да? Вот. Не какой-то муляж, не из воска там, да? Не там по пьемаше. А это будет натуральный, Божий, сочный плод. Поэтому, да благослови Господь, чтобы мы могли в этой молитве открыть свое сердце для Господа. Исповедаться пред Ним, да? Признать это, может быть, свою вину. Вознуждаться. И чтобы Бог явил свою милость. И благословил свою церковь. Чтобы, когда мы выходим в этот мир, мы были такие нарядные, сочные и вкусные. Аминь.